Всем привет! У меня сегодня новое видео, и я бы хотела вам рассказать об еще одной снятости, которая мне очень-очень нравится. И на этот раз речь пойдет об аромате от Estee Lauder. И это у меня Pure White Linen и версия Light Breeze. У меня это 100 мл. Это мой третий флакон. Третий флакон. Первый был тоже 100 мл. Второй. И это вот из партии второго флакона, потому что второй флакон был куплен за цену одного флакона 100 мл. Давали в подарок еще 30 мл. Был такой очень-очень красивый, красиво упакованный флакон с одним маленьким. 30 мл выглядит абсолютно так же, как и этот, только он короче. У них даже абсолютно одинакового размера крышки. Итак, в этой линии, в этой линии ароматов еще была белая аромашка, розовая. Голубой еще был аромат. По-моему, все. Может быть еще что-то. Но этот самый из них красивый. Мое мнение. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть апельсин, кумкват, бергамот, белый грейпфрут, чай, роза, османтус, желтая фрезия, липовый цвет, нероли, белый кеты, тиковое дерево и акациевый мед. Если вы думаете, что это все ингредиенты зеленого чая от Орден, вы очень ошибаетесь, потому что он с чаем от Орден абсолютно не имеет никакого отношения. Даже начнем с того, что этот аромат гиперстойкий. Он гиперстойкий. Несмотря на то, что он цитрусовый, цитрусовые ароматы, как обычно, как правило, они летучие. Этот аромат, он прям стойкий, зубами будет на вас сидеть, стоять и шлейфить. Он сейчас на мне. И он невероятно красивый. Если вы любите липовый, если вы любите липовый цвет, вы знаете, что он немного такой горьковатый. Есть какие-то такие отголосочки горьковатости. Плюс ко всему, здесь еще есть цитрусовые. И этот аромат, он бело-цветочный, цитрусовый с горчинкой. Очень интересный, очень красивый и при этом очень стойкий, освежающий. Аромат этот, как правило, я все-таки носила летом, но не в самую-самую жару. Потому что для самой-самой жары у меня есть другие ароматы. Летом, в начале лета, либо весной, конец весны, когда тоже уже очень тепло. Идеальный аромат, шикарный, шлейф у него невероятной стойкости. Я была немножко удивлена, посмотрев сейчас вот эти вот цены на этот аромат. Самый дешевый, который я нашла за 100 мл, это 198 евро. Челюсть упала на пол абсолютно точно. Я не думаю, что этот аромат настолько уникален, что он стоит этих денег. Но абсолютно точно он очень интересен. К сожалению, других ароматов из этой же серии, например, розовый был очень красивый, белый был просто шикарный. К сожалению, их у меня тоже уже нет. Но этот из них, он самый запоминающийся. При своей кажущейся обыкновенности, ну что там, зелень у нас, да, цветочки и фруктики. Что тут может быть? Но он из них самый необычный. Потому что, опять же, при том, что все эти ингредиенты довольно-таки тривиальные, то, что получается, благодаря во многом именно липовому цвету, очень даже необычно. На самом деле, есть, конечно же, моноароматы липы. И они тоже очень красивые. Но здесь, конечно, гораздо более все это интересно. Я бы абсолютно не назвала этот аромат и не поставила бы его в одну линию с зеленым чаем от Arden. Потому что зеленый чай от Arden, он для меня обыкновенный. Это очень хороший аромат, я его очень люблю, у меня он есть. И я его неоднократно покупала, и он у меня есть еще в нескольких версиях. Но все-таки он не тот аромат, который мне бы, например, хотелось иметь на себе, если я иду на какую-нибудь летнюю вечеринку или кому-нибудь на день рождения, летом. Точно не белый чай, точно не зеленый чай, точно не чай от Arden. Опять же, ничего плохого, а не сказать, не могу, но он не праздничный. Он не создает впечатление праздника, в нем нет какой-то такой большой изюмины, ничего такого. Этот аромат, он именно то, что надо. При кажущейся несложности он очень-очень интересный, он очень ошлейфовый, и он крут. Он реально крут, и он, он, он подходит на всякие праздники, например, на летнюю свадьбу, очень подходит. Если вы слышите, что у меня ужасный гнусавый голос, ребята, аллергия, весна, пыльца, что поделать. Итак, очень люблю этот аромат, к сожалению, его уже нет. Я не знаю, зачем они снимают самые крутые, самые интересные ароматы. Абсолютно не знаю. Кстати, если вы думаете, что из-за того, что этот аромат, он называется White Linen, и вы думаете, что это братик того самого Linen от Estee Lauder, который был выпущен, не помню когда, но уж точно в бородатом году, нет. Вот эти вот, вот эти вот ароматы из этой серии, это всего лишь вариация на тему. Здесь даже нет того самого стержня, который был в том аромате. То есть, это просто вот вариация на тему цветов, фруктов. Так что не покупайте этот аромат взамен того. Очень нравится, очень люблю, и, к сожалению, имея уже вот такую вот большую версию аромата, но, тем не менее, уже вот сколько у меня осталось, я знаю, что раньше я им пользовалась чаще. Сейчас, скорее всего, из-за нежелания оставаться без этого аромата, я им пользуюсь реже. Но так как я вот сейчас сделала это видео, я еще раз для себя этот аромат практически заново открыла. Наверное, я его выставлю на более видное место и буду им пользоваться. Сейчас для него отличное время. Очень-очень классный аромат. Я знаю, что очень многие люди у меня спрашивали, что на тебе. Это очень приятно. Он, кстати, кажется, что он немного такой водянистый, водный, он очень свежий. Это не те вот, знаете, цитрусовые ароматы, которые прям вот, например, там какие-то кислинки или какие-то горчинки, они вас прямо вот с собой уносят. Он очень хорошо сбалансированный, красивый, свежий, действительно летний, уместный всегда аромат. Я вижу, например, что в нем можно, в нем можно идти на работу утром и вечером в два раза увеличить дозу и идти куда-нибудь с друзьями на ужин. Абсолютно точно. Очень такой классный паспарту аромат. К сожалению, из-за вот этой цены, которая сейчас у него и из-за липы, кстати, не всем нравится липы, это совершенно нормально. Я бы не советовала вам в омут с головой и покупать его без затеста. Наверное, нужно затестить, потому что все-таки в нем есть горчинка. Горчинка, она может огорчить некоторых людей, она может стать неприятным сюрпризом. Поэтому, если вдруг вы захотите купить этот аромат, наверное, вам просто нужно будет найти где-нибудь пробник, протестировать его основательно. Но аромат очень классный, очень-очень красивый и, опять же, не все то, что кажется простым, обыкновенным и незатейливым, оно такое и является. Здесь абсолютно обычные обыкновенные ноты, которые есть в миллионе парфюмов, но здесь это все сделано очень-очень классно. К сожалению, я не знаю, вот тиковое дерево, если я не ошибаюсь, если это именно то тиковое дерево, которым... Если вы когда-нибудь были на яхте, то обычно пол выкладывает именно тиковым деревом, тек. Но я не знаю, оно это или нет, но у того очень-очень такой яркий, прям такой древесный запах. А здесь этого нет, абсолютно. Поэтому я не знаю, то ли это тиковое дерево. Ну, наверное, и хорошо, что его здесь нет. Будем рады, что этот аромат останавливается только на цитрусах и на цветах. Дерево здесь будет не в тему, как мне кажется. Очень его люблю, очень жалею, что не купила еще в загашничек. Было бы очень неплохо. Если, кстати, вы увидите из этой же серии розовый аромат, белый аромат, синий аромат. Синий очень красивый, белый очень красивый, розовый тоже очень-очень хороший. Вообще вся вот эта вот серия была очень-очень удачная. И эти ароматы, они не вышли все вместе, они как-то выходили подряд, как-то то ли каждый год, то ли что-то такое. Ну, в общем, сняли их все абсолютно, но любой из этих ароматов, именно из этой серии, он очень-очень достойный. Но этот вот, он самый красивый, по моему мнению. На этом все. Если у вас есть этот аромат, если он у вас был, если вы его хотите, напишите мне, пожалуйста, мне очень интересно, чем он вас так пленил. Либо, если вы его тестили, он вас абсолютно ничем не пленил, напишите, пожалуйста, тоже. Мне интересно узнать и негативные отзывы об аромате тоже, почему нет. На этом все. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, солнца, хорошей весны, теплой весны, без дождей. И на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok